На этой неделе в Славянске-на-Кубани состоялось знаменательное событие. По инициативе жителей района городскому Дому культуры было присвоено имя заслуженного работника культуры РСФСР Николая Александровича Бондаренко. На открытии памятной доски на здании Дома культуры побывали и мы. Наша малая родина славится именами людей, которые внесли большой вклад в ее благополучие, процветание и развитие. Среди них Николай Александрович Бондаренко, который почти 50 лет своей трудовой биографии посвятил родному району. А более 40 из них – отрасли культуры Славянска, работал в должности директора Дома культуры, заведующего отделом культуры райисполкома. Период его работы стал периодом становления и развития отрасли. Именно он стоял у истоков создания в районе учреждений культуры. Были открыты и по сей день успешно работают детская художественная школа и школа искусств в городе Славянске-на-Кубани, школа искусств в поселениях. Значительно укрепилась материально-техническая база сельских клубов и библиотек. Право открыть памятную доску предоставили министру культуры Краснодарского края Виктории Лапиной и главе Славянского района Роману Синеговскому. После чего почетные гости обратились к славянцам. Я очень благодарна вам, Роман Иванович, я очень благодарна Григорию Владимировичу за такое правильное решение и поддержку инициативы наших земляков. Я очень благодарна вам, уважаемые земляки, за то, что вы так четко и тепло помните имена таких героев, как Николай Александрович. Славянский район всегда ценился тружениками и в каждое время такие люди у нас были. Я хочу сказать, что Николай Александрович Бондаренко более 50 лет проработал в Славянском районе, более 40 лет он руководил нашей культурой. Во время его работы культура, я считаю, что развивалась особенно… На мероприятии присутствовали и родные Николая Александровича, супруга Таисия Ивановна и дочь Ирина Николаевна. Много добрых слов в этот день прозвучало о Николае Александровиче и его преданности любимому делу. Пришедшие почтили его память минутой молчания. После чего в зале городского Дома культуры прошёл районный фестиваль, посвящённый памяти Николая Бондаренко «Русское поле». Творческие коллективы, которые приняли участие в фестивале, вспоминают о Николае Александровиче, как о творческом, одарённом человеке, который с любовью к родной земле, своему делу, создал основу культурной жизни района. Одна из тех, кто работала под руководством Николая Бондаренко, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Казачьи напевы» сельского Дома культуры Анастасиевский Антонида Демчук. Она поделилась воспоминаниями из прошлого. Он знал каждый клуб, каждый Дом культуры, каждого работника. С ним хотелось встречаться, с ним хотелось делиться, советоваться. Вот он такой был. И в то же время он был очень требовательным человеком. С теплотой вспоминает время, когда Николай Бондаренко был во главе отрасли культуры и руководитель народного хора «Рушничок» Дома культуры Петровски – Валентина Бешко. Сколько лет он отдаст здоровья, силы, умения работать с коллективом, работать с руководителем. Потом уже и будет подрастающему поколению, будет рассказывать, да, был очень добрый, вежливый, понимающий человек, который болел за культуру. Он очень болел, он берег, он как дитя берег всех нас и берег вот это все, все эти коллективы. Этот день стал историческим для Славянского района. Теперь городской Дом культуры гордо носит имя заслуженного работника культуры РСФСР Николая Бондаренко. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».